итак значит добрый день всем добрый день кто прямом эфире все мы начинаем сейчас 76 урок 76 урок мы прям двигаемся очень хорошо прямо активно двигаемся и значит сегодня у нас 3 июля 76 урок значит мы 11 глава находимся 17 16 отрывок 16 отрывок значит отрывы очень сильные вот я говорил практичные сейчас вещи дайте прям пошли значит 16 отрывок такой эшет хэн титмох кого-то эшет хэн титмох кого-то варить им и тмаху ошер переводится это так что женщина приятная она поддерживает почет и арицим арицим это люди сильные но такие как сказать сильные и дерзкие физически сильные да значит вот эти сильные и дерзкие люди называются арицим на из эти мишли наврите и и тмаху ошер они будут поддерживать богатство то есть вообще непонятно к эта женщина приятная она поддерживает почет а какие-то сильные мужики они поддерживают богатство и без объяснения мудрецов было бы вообще непонятно что имел ввиду царь соломон когда нам сказал эти вещи до передавая высшую божественную мудрость а он имел ввиду следующее значит сразу могут все кто заходят всем шалом и вникаем значит он объясняет вообще есть вещи за которыми все люди гоняются люди гоняются за вообще принципе есть три главных вещи за которыми все люди гоняются это здоровье хорошо себя чувствовать это богатство и это почет уважение чтобы тебя уважали значит здесь даже не так здоровье и жениться это инстинкт за этим люди гоняются не по своей воле а это бог так запрограммировал что человек хочет выживать и человек хочет жениться это как программа это инстинкты а по своей воле то что человек как бы уже себе придумал что для него важно люди гоняются за двумя вещами за богатством и за почетом и нам объясняет малбим до великий мудрец такой был что когда две вещи эти идут у человека вместе это матанат и лотим это от бога это было им калите написано это было написано везде здесь человек и богатый и уважаемые значит это ему подарок от бога то есть это не надо на себя рассматривать так бог ему почему-то дал теперь почет чтобы получить почет от людей да есть перки вот есть объяснение как получить уважение от людей очень просто мими хубат кто уважаем спрашивается перки вот ответ уважающие других то есть если человек он хорошо к другим людям относится помогает неважно сколько у него денег его уважают у него есть хорошие качества поэтому женщина даже слабая женщина но она приятная для людей она может удержать этот почет чтобы удержать почет который ну который ты зарабатываешь своим хорошим поведением много силы не надо нужно просто быть хорошим человеком иметь хорошее качество теперь богатство если это не подарок от бога человек его взял каким-то добыл его до иногда честным путем иногда нечестным но он его добывал он его как бы вырывал из мира выцарапывал других людей через конкуренцию то если она не идет вместе с почетом то есть он не делает добро людям не дает сдаку не помогает там ну то есть он не заработал себе хорошее имя он просто типа имя не надо мне нужно только деньги только богатство то тогда только арицим смогут его удержать то есть придется сила его же удерживать только большая сила необходима для того чтобы защитить это богатство потому что вся жизнь будет в том чтобы как как у меня есть очень много друзей слава богу богатые люди и у них большая часть их времени проходит в том чтобы удержать у большинства удержать то что есть защитить удержать чтобы не распалась чтобы не украли как сказали мудрецы наши вперте вот получение отцов что марбе не хасим марбе да ага умножаешь имущество умножаешь заботу то есть очень много заботы требуется для того чтобы это удержать там дальше идет прямо порядок дальше ты должен нанимать людей которые будут следить за этим а люди они начинают у тебя же воровать потом ты ну и так далее потом ты чтобы им всем платить зарплату ты должен еще больше зарабатывать и дальше нас в каэлите шломанных предупреждал что что когда у человека увеличивается то вам много у него было денег имущество умножаются те кто его съедают и что остается хозяину только то что он видел это имущество и все потому что но все остальное у него как бы одни заботы значит вот здесь мы поняли да смысл такой что эшет хэнд значит приятная женщина она может удержать почет то есть на это много силы не надо даже женщина но если она хорошо себя приятно ведет к людям она уважаемая и наоборот богатство чтобы удержать нужны прямо здоровым мужики это не получится поэтому лучше чтобы они шли вместе когда у человека есть богатство и он его тратит на дзаку на помощь людям на милосердие то тогда у него есть и почет и богатство теперь дальше семнадцатый отрывок гумель навшоу иш хэсет в окер шеро акзари переводится это так значит гумель навшоу как бы вкладывает воздает своей душе человек милосердный который хэсет это который делает добро другим людям в окер шеро акзари и выкорчевывает свое тело человек жестокий значит жестокосердный жестокий жестокосердный значит как это работает тоже непонятно без объяснений значит объясняется так что есть у человека душа если человека тело теперь как для того чтобы тело было в порядке то нужно в это тело вкладывать нужно кушать еду нужно там его каким-то образом утеплять защищать и так далее и человек душа чтобы была душа развита нужно быть человеком дающим то есть человеком который помогает дает другим людям выполняет заповеди то есть это действие наоборот от себя да то ты как бы от себя отрываешь теперь человек милосердный он понятное дело что вкладывает в свою душу и он к из материального переводит духовное то есть каждый раз когда он как мы знаем когда авраам авину например про отец авраам да что сделал авраам авину он значит к нему он поставил дом у дороги и бы в четыре входа входили гости да и он и всех кормил там за ними ухаживал и так далее то есть он делал заповедь гостеприимства но казалось бы ты отдаешь но в заслугу того что он отдавал то то бог его его ну то есть мы до сих пор все бог в этом мире он пришел через авраама через пророца авраама теперь интересно что человек жестокий он казалось бы все себе все себе забирает все себе ничего не отдает как было помните лот в доме племянник авраама поселился в доме и когда к нему пришли ангелы он их пригласил к себе в дом гостеприимства и это спасло ему жизнь а жители с дома они наоборот пришли говорят давайте мы их сейчас значит познаем и всех уничтожен они все были уничтожены то есть что имеется ввиду что на самом деле чек жестокий который не отдает другим людям не помогают другим людям он себе же вредит то есть он себя же этим уничтожает казалось бы он для себя берет для своего тела но понятно что для души ничего не делает но хоть для тела он казалось бы лучше себе делает нет и тело это выкорчевывает его тело то есть это путь там к болезням и так далее понятно очень тоже полезная такая штука то есть теперь дальше 18 отрывок 18 отрывок такое раша осе паулат шокер злодей делает действия лживые теперь в эзурея тздака сахары мед и тот кто сеет тздаку сеет милосердие то есть помогает людям раздает он получает награду истину значит здесь тоже без объяснений казалось бы непонятно то есть есть в иврите есть слово паула действия поэль это который рабочий которые действуют а есть осе осе это тоже действия разница между паула действия и осе действия то что паула это незаконченное действие то есть человек который сеет он сеет для того чтобы собрать урожай а человек который делает хлеб он сделал хлеб для того чтобы хлеб скушать то есть делаешь это ты заканчиваешь а то было это ты действия не заканчиваешь отделаешь действия продолжение теперь злодей он все время действуй то есть он казалось бы заканчивать свою работу он виноградник посадил дом построил машину купил ещё одну машину купил еще один дом построил еще один виноградник посадил Значит, и он все делал, раз женился, два женился, три женился, то есть он как бы заканчивает, достигает все свои цели. Почему же написано, что его действия, это паула, вдруг переводится, что его законченные цели, это оказывается просто действия, и они обманные. Потому что, конечно, цель человека в этом мире, она не измеряется этим миром. То есть этот мир, это как компьютерная игра, чтобы человек здесь не наживал, чтобы он не достигал, он потом умирает. В один момент он умирает, и ничего у него не остается. То есть все его достижения материальные, они исчезают. И даже более того, в момент, когда он уже это достиг, оно тоже для него уже перестает существовать. Потому что он находится опять в той же точке, в которой он был до достижения, потому что у него есть новая цель, которую он пока не достиг. Понятно, да, идея? То есть у каждого человека есть цели в этом мире. И когда он достигает эту цель, у него опять он в воздухе. Да, цель достигнута, но она существует только в его восприятии. То есть в момент, когда он это уже сделал, ну там, я был чемпионом мира, например, Чех говорит, я был чемпионом мира 10 лет назад. А сейчас ты кто? Ну как, я же был чемпионом мира 10 лет назад. А ты сейчас чемпион мира? Нет, уже есть другой чемпион мира. А кто ты? А я был чемпионом мира 10 лет назад. И что теперь? Сейчас-то ты кто? Ты даже на второй этаж подняться не можешь. Понятно, да, идея? То есть все достижения в этом мире, они на самом деле пэулот. То есть это незаконченное действие. И пэулот шейкер. Почему? Потому что когда человек умирает, и вот тут приходит настоящий хешбон, настоящий отчет. Он приходит туда. А что значит он приходит туда? Человек живет в своем восприятии. Он живет в своем представлении о себе. То есть нет ни тела, нет ни целей, нет ни прошлого, нет ни настоящего. Есть восприятие человека о себе. Бывает у человека руку отрезали, а он представляет, что у него рука есть, и она у него даже болит. То есть она у него даже болит, вот это фантомные боли. То есть, а вот человек спит, значит, его как будто бы вообще нет. Потом он проснулся, опять он есть. Потом он, да, потом он, например, съел там какие-то галлюциноденные таблетки, да, и он попал в какие-то там другие миры. И он там испугался так, что потом и вернуться не может, и собрать свою голову. То есть человек живет в некой виртуальной реальности, которая называется представление о себе и о окружающем мире. И вот эта виртуальная реальность, она в течение жизни накапливает какие-то впечатления и накапливает какие-то, как сказать, то есть какие-то данные. Вот бывает, знаете, есть интересное сравнение. Бывает, ты записываешь на флешку какой-то файл. Записал ты какой-то файл, потом вставляешь в компьютер. Хочешь прочитать, а компьютер тебе говорит, я этот файл не читаю. То есть он есть у тебя на флешке, и я его вижу, и он занимает место, но я его не читаю. В этом компьютере нет программы. Теперь человек, когда он живет, он накапливает вот эти вот файлы, заповеди, которые в этом мире, они не читаемые. То есть эти файлы, они будут читаться только в том мире, но он их накапливает. Он на свою флешку, которая существует у него в духовном мире, да, то есть интеллект это как передача между материальным миром и духовным. То есть мысли это уже не материальность, но еще и не чистая духовность. То есть это нечто среднее между материальностью и духовностью. И вот эта вот мыслительная сфера уходит в духовную сферу, и там накапливаются вот эти вот файлы, митсвот, добрые дела, тор, вот мы сейчас изучаем, все это накапливается. Теперь у злодея, он делает, он все время занят этим миром. Его вся голова, все время, все, что здесь будет у меня, он сидит, считает там цели, ремонты делает. Ну то есть все, он весь такой в делах, в заботах, машину полирует. С кем-то он судится за то, что поцарапали машину, с кем-то воюет за то, что там не так его назвали. Здесь все в этом мире, да. Потом с женой судится, потому что жили-жили, потом, значит, за имущество судится, ну и так далее. В общем, это все называется паулат шетер. Это все обманные действия, незаконченные. А тот, кто сеет цдаку, садик, он, значит, делает заповеди, он тут помог, там помог, тут спасибо, тут пожалуйста, тут здрасте, тут до свидания, тут бабушка, давай я тебя через дорожку переведу, тут ребеночек, давай я с тобой поучусь. Тут на похороны сходил, тут больных проведал, тут тфилин одел, вообще непонятно, значит, туда-сюда коробочки. Другой цадик, есть два типа тфилинов, есть тфилин там Раша, есть Рабену там. Он один тфилин снял, второй тфилин одел. Вообще непонятно, зачем ты первый и второй одеваешь. Но он делает действия, делает, делает, делает. Это про него написано, сейт цдаку сахары мед. Сахары мед истинная награда, это которая будет с тобой навечно. Когда Ротшильда спросили, сколько у вас денег, он назвал небольшую сумму, ну, относительно состояния Ротшильда, небольшую. Ему говорят, так у вас же больше. Он говорит, все, что есть у меня в этом мире, не мое. Мое, это то, что я раздал на цдаку, выполнил заповедь. То, что я раздал, это мое стало, это уже оно навсегда со мной. Это вот как раз та валюта, с которой я приду туда, на небо. И сейчас есть один очень хороший еврей, зовут его Эли Горн. Он миллиардер, один из самых богатых людей в Бразилии. И он, значит, когда он сейчас очень много помогает, создает там молодежи, помогает, чтобы они учили Тору. Прям лично ездит. Вот я с ним ездил, он сделал тысяча студентов в Евреесте, Евростар, Евростарс программа. И он сделал там шесть свадеб, им организовал прямо за свои деньги в Инсбруте, в Австрии. Повез тысячи человек, он там, еще пару других миллиардеров, миллионеров. Они собрались с деньгами, взяли тысячи студентов, которые год учили Тору. И сделали им шесть свадеб, там шесть пары решили пожениться. Все вообще за свои деньги. И он, его спрашивают, когда я как раз с ними беседовал, я был модератор. Вот эти вот спонсоры, которые это все оплачивали, их было пять человек, миллиардеры некоторые из них. И зачем вы это делаете? А он говорит, смотрите, я здесь всю жизнь работал как каторжный, да, я боялся быть бедным здесь. Я хотел быть здесь богатым, и я стал богатым. А сейчас, говорит, мне осталось там несколько лет, я туда приду. А с чем я приду, говорит? Я боюсь быть бедным теперь там. И теперь я хочу все раздать, именно самостоятельно, для того, чтобы туда прийти. И тоже прийти перед богом, сказать, я не зря жил, не зря свою жизнь прожил. Это вот как раз то, что здесь написано. Раша злодей, который злодей, это тот, кто не помнит про бога и не помнит, кто в мире хозяин. Он делает действия обман. То есть все его действия, они обман, потому что они впустую. Зуре отздока, тот, кто сеет здаку, это Сахар и Мэт, это награда истинная. И девятнадцатый отрывок, это сегодня последний будет сейчас отрывочек. Значит, кэн тздока лехаим. Он говорит, да, говорит царь Соломон, прям конкретно он говорит, да, тздока, вот это вот милосердие, это для жизни. Лехаим. Не лехаим, лехаим это когда пьют, говорят. А говорят, лехаим это для жизни. Тздока ты делаешь для вечной жизни. А тот, кто гонится за злом, для его смерти. То есть это он гонится, как бы он вкладывает свою смерть, он гонится за смертью. Зачем он гонится за смертью? Куда он гонится? Человек, который бежит все время за материальными целями, в итоге он все равно проигрывает. Если он не поймал свою материальную цель, он сам себя считает неудачником, и все вокруг его считают неудачником. Если он поймал свою материальную цель, то тогда он тут же ставит себе новую материальную цель. Все. И дальше вся его жизнь защита того, что он догнал, страх потерять то, что он нашел, и желание получить то, что он еще не имеет. Все. И ничего в его положении не меняется, тот, кто гонится за материальными целями. Мераде Фраа. То есть, опять же, если нам мудрецы, мудрецы Торы дали секрет. Секрет такой, что пусть все твои действия будут во имя небес. Тогда не важно, что ты делаешь. Можно работать во имя небес, можно спать во имя небес, можно заниматься спортом во имя небес, можно общаться во имя небес. Можно кушать и пить во имя небес. Когда ты берешь и говоришь перед едой, благословен ты Бог, создавший мир и создавший это все для меня, это ты уже еду осветил. То есть, ты понимаешь, откуда еда и для чего еда. Когда ты покушал и ты говоришь, благословен ты Бог, оживляющий миры, тогда ты связал все, что это ты делал с духовностью, с собой. То есть, можно оживить все, что ты делаешь. Практически все, что ты делаешь, можно оживить, если ты имеешь намерение присоединиться к Богу. Значит, вот мы сегодня изучили несколько очень важных отрывков и дошли до 20-го отрывка 11-й главы. Давайте сделаем выводы, какие можно сделать выводы. Первое, что первый отрывок это был такой, что даже женщина приятная, она может удержать почет. То есть, самое главное, это уважать людей, делать действия, за которые тебя будут уважать. И это, в принципе, очень важно, очень важно на это обращать внимание. То есть, чтобы достижение цели не шло в ущерб твоим отношениям с людьми. Это очень важно. Почему? Потому что, если ты ставишь на первое место деньги за счет отношений с людьми, то тебе придется потом очень сильно эти деньги защищать. И получается, что, ну, как бы, где смысл? То есть, ты создал себе что-то, что оно сильнее, чем ты, оно же тебе вредит. Но если ты получаешь вместе, то есть, если эти две вместе идут, и богатство, и почет идут вместе, тогда понятно, что это подарок от Бога. Это то, что я для себя понял. И что нужно сеять цдаку, то есть, делать правильные вещи, потому что только это является истинной наградой. Это вот две вещи, которые я очень сильно для себя понял и взял из сегодняшнего 76-го урока. Очень важно, чтобы вы писали тоже свои выводы. То есть, если человек не сделал вывод и не закрепил его в виде раз-два-три, то тогда он как будто бы и не учил ничего, потому что получается, что не сохранил файл. Дальше человек получил какую-то информацию, ее не обработал, перешел к следующей информации, и предыдущая вытеснилась. Мозг не знает, что это нужно. Поэтому сделайте свои выводы, сделайте свои выводы, запишите свои выводы, и желательно даже кому-то рассказать эти выводы, еще раз их обдумать. Есть вся глава, можно прочитать перевод, можно... Опять же, мы начинали учить алфавит, и я очень советую вам выучить 22 буквы евридских. Это буквы, которыми был создан мир, и вы сможете тогда читать совершенно другого восприятия. Алиф, Бет, Димл, Далет, Эй, Эй, пятая буква, Вав. А еще, вы знаете, интересно, вы увидите, очень легко так запомнить. Алиф – это один, Бет – это два, Димл – это три. То есть, каждая буква имеет свое цифровое значение. Далет – это четыре. До десятой буквы идет до десяти счет. Потом с одиннадцатой буквы идет Каф – это двадцать. Ламет – это тридцать. Идет десятками. Потом Куф – это сто. И получается, двадцатая буква – это сто. Не двадцатая, получается. Куф – это сто. Почему-то... Значит, двадцатая буква – это сто должно быть. Десятая буква – это десять. Одиннадцатая буква – это двадцать. Двенадцатая буква – это тридцать. Значит, девятнадцатая буква – это сто. Двадцатая буква – Куф Рейш. Двадцатая буква – это двести. 21 буква шин это 300 И 22 буква тав это 400 Вот 22 буквы Каждая имеет числовое значение И когда вы в этом разобрались Вы видите числовые значения слов И это уже совершенно вы входите в другой мир Как раз мир тех файлов Которые читаются там Это самые крутые файлы, которые только есть Все, друзья, удачи, успехов И до встречи Завтра я буду в это время в поезде Я попрошу Итанов 10.00 провести урок Если он сможет, он сейчас в Одессе В Одессе на семинаре каком-то И если получится, да, если нет В 10 если нет урока, я завтра не смогу провести Я буду в поезде Все, всем пока, удачи, успехов, до завтра Может быть Яков Шатадин пусть проведет урок Давайте, чтобы мы не сбивались И чтобы точно был урок в 10.00 Чтобы прямо не пропускать Давайте, или пускай будет Если сможет Итан провести из Одессы Итан, если нет, то Яков Шатадин Тоже учит Тору Целыми днями, много лет Он сын профессора И пускай Яков Шатадин нам проведет урок Яков, договорились? Все, до завтра Удачи, успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok